Владимир Ерохин, как ни в чем не бывало, проверяет машину и оборудование. Мало кто знает, три месяца назад он спас девушку от насильника. Инцидент произошел в Гомеле. Тогда боец учился в Университете гражданской защиты МЧС. В семь утра заступал в наряд, услышал крики о помощи. Как о чем-то обыденном, рассказывает. Побежал на шум, увидел женщину в слезах. Так кричала и отбивалась. Девушка была в истерике, говорила парню, отстань от меня. Ну и я вступился за нее, встал между ними. Ну я думал, нужно что-то делать, как-то выходить из ситуации. Завалил преступника. Там уже подбежали наши ребята. Все, мы его окружили, и я ушел в этот наряд. Злоумышленника задержали. Им оказался 36-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за хулиганство и аналогичное преступление. Ну а наш герой получил заслуженные награды. Две медали. 100 лет милиции Беларуси из-за отличия в охране общественного порядка. Вторую из рук министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Владимир Ирохин устроился к нам на должность водителя в 2021 году. И сразу зарекомендовал себя с положительной стороны. Грамотный, инициативный работник. Грамотно действует при ликвидации и тушении пожаров. Ответственный, пользуется уважением в коллективе. И очень отрадно, что наши ряды пополнились еще одним достойным сотрудником. Пожарный караум – почти семья, в которую каждый приходит своей дорогой. За плечами 24-летнего огнеборца Горецкая академия. Учился на зооинженера. А сразу после армии принял решение стать спасателем. И не пожалел. На ЧП Владимир Ирохин, связующее звено между машиной, цистерной с водой и бойцами. Водитель не просто находится за рулем. От него зависит, насколько оперативно боевой расчет приедет к месту ЧП. На счету каждая секунда. Плюс нужно продумать возможные варианты подъезда и обеспечить бесперебойную подачу воды или пены. На вопрос, страшно ли рисковать жизнью и вступить в схватку с преступником, молодой человек лишь пожимает плечами и отмечает, сотрудники МЧС изо дня в день выносят людей из самого пекла. А здесь, говорит, обычная ситуация. Девушка попросила о помощи. Как не откликнуться? Глядя на таких настоящих мужчин, понимаешь, спасатель – это не просто работа, а призвание и образ жизни. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360.